Чемпионат, в котором все вертится, вокруг шеста прошел в Екатеринбурге. Это не фривольные танцы, а откровенная акробатика, где обнажают только чувства, доказывают участники. Никаких ограничений для тех, кто закручивает пируэты на пилоне, нет. Не важен ни возраст, ни пол. Есть даже отдельная мужская номинация. Что такое пол-дэнс, увидела Анжела Брик. Хочешь победить? Умей вертеться. Нервы и мышцы шестовых акробатов напряжены до предела. Но чтобы преодолевать земное притяжение, одной лишь физической силы мало. Нужна еще и сила воли. Участники шутят. Если и на характере есть кубики рельеф, то высот на пилоне могут достичь даже люди без спортивного прошлого. Это доступно взрослому. То есть у нас в большинстве своем гимнастика, профессиональный танц, можно отдавать только детей, и все, взрослых потом не берут. А здесь можно и прийти в 20, 25, 30, даже там, не знаю, 50 можно прийти и также выступать на сцене. Потому что многие на самом деле в душе хотели бы выступать, что-то выражать. Станцевать на шесте целую историю нынче взялись шесть десятков человек. Участники городского чемпионата по пол-дэнсу крутятся как могут, чтобы попасть на российские соревнования. Правила здесь столь же жесткие, как, к примеру, в художественной гимнастике. Акробаты должны выполнить заявленные трюки, попасть в мелодию и запасть в душу зрителя. У нас есть обязательные элементы, есть техника, есть артистизм. За все там даются либо надбавки, либо снимаются штрафы. У судей на самом деле очень сложная задача. У нас пять судей, и каждый отвечает за свой блок. Но спортсменам еще труднее. От волнения у многих начинают скользить ладони. Поэтому между выступлениями пилоны протирают спиртом. Любая мелочь может стоить баллов. Например, если купальник чересчур открытый. Чтобы развеять ошибочные стереотипы, пол-дэнсеры исключают всякий намек на фривольность. А за сравнение со стриптизом и вовсе могут обидеться. Говорят, у них обнажаются исключительно чувства и эмоции. Кстати, на шесте не только девушки. С каждым годом его покоряет все больше мужчин. Их конек не запредельная гибкость, а богатырская сила. Но чтобы держать себя в руках в прямом смысле слова «все выступление», нужны годы тренировок. По словам спортсменов, чтобы всегда быть на высоте, вокруг шеста должна вращаться вся твоя жизнь. Но и любительский уровень не будет лишним. Танцы на шесте могут стать веселой альтернативой тренажерному залу, где бонусом к рельефу идет еще и повышение самооценки. Анжела Брик, Новости 41-го канала.